На этом уже можно было бы остановиться, но давайте исследуем еще одну очень интересную вещь. Мы заменили операцию вещественного деления на операцию целочисленного умножения. Вещественное деление – это очень сложная и трудоемкая операция, которая может выполняться в сотни раз дольше, чем целочисленное умножение. Но при этом мы получили выигрыш производительности всего на 30%. Давайте попробуем выяснить, какая часть программы занимает больше всего времени. Для этого мы сразу же в функции getMaxCnapsEqValue вернем 0.0. Ничего выполнять не будем. И измерим время работы программы. Компилируем. Запускаем. Видим то, что программа с отключенным алгоритмом работала 32-33 миллисекунды. То есть мы тратим больше 95% времени не на решение задачи, а на ввод исходных данных. В C++ есть два традиционных способа чтения данных из входного потока. Первый способ унаследован EC и использует функцию stdscanf из библиотеки CSTDIO. Второй способ использует класс stdcein определенной библиотеки EOS-Stream. Так как чтение из потока входных данных буферизовано, и SCANF не может ничего знать о функции, о том, что из этого же потока читает класс stdcein, то stdcein нужно тратить существенное усилие на то, чтобы вызовы SCANF, которые будут перемежаться с чтениями из stdcina, работали корректно. Именно на это и тратится основное время. Эту синхронизацию между stdcein и SCANF можно отключить. Для этого мы подключим заголовок IOS и вызовем метод synchviso stdcein с параметром false. Он будет означать, что stdcein больше не нужно беспокоиться о синхронизации своего буфера с буфером, который используется в функции SCANF. Этот метод synchviso stdcein нужно вызывать до первого чтения входного потока. Измерим время работы программы теперь. Теперь она работает 13 миллисекунд, что более чем в два раза быстрее. Обратите внимание, что после отключения синхронизации с stdcein вызовы функции SCANF приведут к абсолютно непредсказуемому результату. Поэтому, если доподлинно неизвестно, что в программе нигде не используется функция SCANF, отключать синхронизацию с stdcein нельзя.